Друзья мои, я вас безусловно приветствую в этом интересном и полезном видеоролике. И смотрите, вот такая у нас ситуация, значит, сегодня, вернее, не у меня, да, а у одного из моих зрителей. Он у меня, значит, интересуется в комментариях под одним из моих видеороликов. Значит, говорит, я ничего сегодня не скачивал, ничего не устанавливал и так далее, но память почему-то забилась на 1 гигабайт. А теперь представьте, это всего за 1 день, 1 гигабайт, да даже 500 мегабайт, да, любой размер полезной памяти, который забивает мусор, да, я забегаю вперед, скажу, что это мусор, ничего, не нужно удивляться, паниковать и так далее. Мы в этом видеоролике решим эту проблему, соответственно, и очистим полезную память, которую занимает абсолютно бесполезный мусор. Смотрите, я буду показывать на примере телефона Xiaomi, вы сможете повторить на любом телефоне Android, будь то Samsung, Realme, что-то еще не важно, ну, кроме, соответственно, айфонов. Для айфонов я могу снять отдельное видео, если хотите, ставьте свой лайк. И вообще, друзья, ставьте этому полезному видеоролику, помогающему людям свой человеческий душевный лайк. Спасибо вам за взаимность. А мы с вами переходим в такой раздел, как настройки. Давайте я вам, значит, покажу и на практике, и в теорию, то есть и теоретическую часть, и практическую, чтобы вы изнутри понимали, почему так происходит, и смогли в будущем избежать повторения данных действий. Мы с вами отправляемся на телефонах Xiaomi в такой подраздел, как о телефоне. Если у вас не Xiaomi, и вы не можете найти, где это у вас, да, вот смотрите, хранилище, ну, напишите тогда в комментариях модель своего телефона, брендом, допустим, Samsung Galaxy A51 или что-то еще, да, и я именно на примере вашего телефона покажу вам, как это сделать, и будет совсем все просто. Ну, и подписывайтесь на канал и ставьте колокольчик, чтобы, когда видео это выйдет, не пропустить его. Смотрите, обращайте внимание, данные кэша. 86 мегабайт. Я прям только что очистил более, внимание, 500 мегабайт кэша. Что такое кэш, я вам расскажу в теоретической части, чтобы вы, соответственно, понимали, стоит ли его удалять, стоит ли его накапливать, и стоит ли с ним мириться. Также мы с вами спускаемся ниже, и тут есть такой параметр, как очистка. Смотрите, 266 мегабайт мусора. Ребят, есть возможность нажать кнопку очистить. Я вам скажу, что буквально 10 минут назад я очистил 400 мегабайт мусора. Почему мусор снова появился? Потому что я сделал это специально, чтобы показать вам снова. Конечно, с кэшем то же самое не повторит для видео, но если у вас, значит, имеется такая проблема, зайдите в этот раздел и сами убедитесь, что там будет, ну, как минимум, если вы туда никогда не заходили, минимум, я думаю, 700 мегабайт мусора, ну, кэша, да, и, соответственно, мусора как следствие. Что мы с вами делаем? Мы с вами нажимаем очистить этот мусор и получаем почти что 300 мегабайт полезного пространства. Да, оно было и до этого полезное, но занимало его абсолютный ненужный мусор, как телефон, система и называет это. Далее мы с вами отправляемся в данные кэша, мне сейчас его чистить нет смысла, так как у меня, в принципе, не забито 86 мегабайт, это полезный кэш, это определенные какие-то данные, файлы из приложений, да, и он должен быть здесь. Но вы наверняка поинтересуетесь, следовательно, да, после моих слов, данных, а нужно ли вообще удалять кэш и что это такое? Ну, смотрите, если вы пользуетесь каким-то приложением, допустим, Google, Chrome или игра там, колда, да, форточка и так далее, или Инстаграмом и все в этом роде, то, соответственно, со временем, вот эти приложения, так скажем, создают отложение определенного рода, да, кэш. Вы, конечно, можете зайти, не знаю, в поисковики и почитать более углубленно, если вам интересна матчасть, я сейчас не буду на 15 минут все это рассказывать, да, разглагольствовать. Мы, значит, с вами практику совершили, буквально сейчас человек, который задал мне этот вопрос, я надеюсь, друг, ты смотришь это видео, если так, оповести меня об этом в комментариях. И люди, которые считают этот видеоролик полезным, да, помогающим людям, ну, очевидно, что оно так есть, ставьте, ребят, свой лайк, подписывайтесь обязательно на канал и ставьте колокольчик, чтобы не пропускать новые и полезные, интересные видеоролики по вашим гаджетам. Android, iPhone и так далее. Задавайте свои вопросы в комментариях и получите, возможно, если вопрос интересный, наболевший и актуальный, получите видеоответ, соответственно, на него. Также я могу сделать продолжение, как, скажем, если у вас, ну, за пример, да, это не точно, 32 гигабайта на вашем телефоне, там 0 или 64, 128 и так далее, как увеличить память без флеш-карты. То есть, вот у вас завода 64 гигабайта, я вам скажу, что есть возможность сделать даже больше, вы скажете, как, но я могу снять отдельный видеоролик по этой теме, о которой я сейчас сказал, да. Если хотите это увидеть, покажите своим лайком, если будет много активности, то я, соответственно, заморочусь и организую такой полезный контент. Что самое главное, это чтобы у вас вообще, в принципе, телефон был и там было не меньше 8 гигабайт встроенного накопителя. Если это так, то можно увеличить в два раза, а используя флеш-карту можно увеличить вообще в разы. И, допустим, ну, не знаю, на 100 гигабайт, даже если ваш телефон поддерживает всего флешку на 32 гигабайта, и тут вы, наверное, просто удивляетесь, да. Но у меня на канале есть видео, в которых я примерно о чем говорю, показывал, и люди тогда реально были в шоке, да. Кстати, давайте я вам, пока мы здесь, покажу бонусом классную штуку. Ведь уже традиция, да, наполнять видос суперполезностями. Ни одним способом. Давайте я покажу, как ускорить ваш интернет. Я показываю это часто. Знаете что, давайте покажу, как ускорить интернет и очистить динамик вашего телефона. То есть, чтобы у вас звук был лучше на любом телефоне. Смотрите, мы отправляемся, значит, в сим-карты и мобильные сети. И здесь вам нужно перейти туда, где ваши сим-карты, мобильные сети. Вы выбираете, выбирать сеть автоматически или вручную, соответственно, да. Ну, на разных телефонах это, соответственно, по-разному выглядит. Находится в разных местах. Ну, думаю, разберетесь. Потому что, ну, если не вчера только купили. А если не можете разобраться, ну, спросите у меня. И я сниму вам видосик. Значит, ожидаем. И в чем, значит, приколюха заключается здесь. А суть в том, что когда у вас стоит выбирать сеть автоматически, как у меня сейчас стояло для этого видео, у нас происходят скачки, да, соответственно. Подключается то к одной сети, то к другой и так далее. Билайн подключается к МТС, к Мегафону, Водофону и так далее. Нам нужно выбрать, если у вас Билайн, то выбираем Билайн. Если МТС, то выбираем только МТС. Если Мегафон, то только Мегафон, ребят. И после этого у вас сеть станет лучше. Смотрите, Билайн 4G. Я выбрал. Все. Мы убрали выбирать сеть автоматически. Перезагрузите свой телефон. И когда окажетесь на даче, в деревне, за городом, вы обратите обязательно внимание. Но это без вашего уже участия будет. Вы просто это на автоматизме обратите на это внимание. Увидите, что интернет стал лучше. Мне пишут, что у них стало лучше там в 3, в 4, в 10 раз у кого-то. И это реальные результаты. У меня есть отдельное видео по этому поводу. Значит, в следующем мы с вами отправляемся. Ну, в моем случае, в инструменты. И смотрите. Обратите внимание, есть такое приложение. Но это не реклама этого приложения. Да, вообще ни в коем разе. Не пользуйтесь им, если не хотите. Нажимаем старт. Я вам сейчас покажу. Нет. Нам нужно бесплатно. Все бесплатно. Рекламу пропускаем. И предупреждаю. Сейчас я музыку нашу, выключаю прекрасную. И включаю очистку звука. Будет отвратительный. Ребят, звук. Сразу предупреждаю. Сейчас наушники снимите. И сделайте потише. Я покажу сейчас все. Вот. Вот такое вот. И смотрите. Всего 6%, 7%, 8%. Вот так он может делать полчаса. И мне люди в комментариях реально пишут благодарность. И говорят, ну, просто чудесный способ. Действительно. Оно так и есть, ребята. Оно очищает ваши динамики от грязи, от пыли, от воды и так далее. И делает звук вашего телефона из динамиков гораздо лучше. Ну, скажем так, даже в 2 раза лучше. И здесь есть Mode 1, Mode 2. Вы переключаете, чистите. Да, звук отвратительнейший. Просто отвратительнейший. И аккуратно с ушками, друзья мои. Вот. Собственно, чистим динамику, ускоряем интернет, увеличиваем память. И все в этом видеоролике. В одном видео столько полезностей. Друзья, если вы еще не поставили свой лайк, то ставьте прямо сейчас. А мы с вами, как всегда, я уже все сказал, да? Уже больше, чем хотел. Мы с вами, как всегда, безусловно прощаемся. Но в то же время, скоро, безусловно, и снова увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok